Европейское сельское хозяйство отличается высокой производительностью, но его нельзя считать долгосрочным. Последствия интенсивной деятельности, потери биоразнообразия, загрязнение почвы, воздуха, грунтовых вод и климатические изменения. Как восстановить утраченное природой равновесие, гарантируя продовольственную безопасность, узнаем в новом выпуске программы. Мы в Нормандии, на севере Франции. Уровень использования в сельском хозяйстве пестицидов, гербицидов и химических удобрений здесь остается высоким. Европа поставила себе цель сократить их применение наполовину к 2030 году. Я решил встретиться с фермерами, которые уже к этому пришли, как, например, Эммануэль. В прошлом приверженец интенсивного сельского хозяйства он сделал ставку на биофермерство. Традиционно выращивают пшеницу после льна. Я так не делаю, а засеиваю рапс. Это растение осенью удерживает азот в почве, а не выводят его в грунтовые воды. Так что мне не нужно много азотных удобрений. В итоге выигрывают все. Раньше я был частью системы интенсивного сельского хозяйства. Вам продают это в пакете. Постоянное применение. Химудобрений, но технический результат не всегда был налицо. Поэтому я уже давно задавался вопросом о том, что можно изменить. Климатический кризис ускорил трансформацию, а также потеря биоразнообразия и энергетический кризис. Вансан тоже использует в два раза меньше химических удобрений на своих полях. Он предпочитает наблюдать, что получится, если высадить вдоль поля кустарники, засеять новые культуры, сочетать определенные культуры. Я задумался над происходящим после того, как у друзей и членов семьи появились проблемы со здоровьем, вызванные использованием химии в сельском хозяйстве. То, что я делаю, мои дети одобряют. Мой старший сын – пчеловод, так что его и моя деятельность связаны. Мой второй сын – сотрудник ведомства, отвечающего за биоразнообразие. Ему нравится, что я неравнодушен к защите окружающей среды. Он гордится своим отцом. Изменить наш способ сельскохозяйственного производства – приоритет единой Европы. Но это непросто. Готовится проект рамочной директивы о долгосрочном сельском хозяйстве, с тем, чтобы восстановление окружающей среды стало центральной задачей европейской аграрной политики. Для этого агронома, который сопровождает Ван Санна и Эммануэля, в их зеленой трансформации государству в процессе отводится немаловажная роль. Вот уже 10 лет, как наша пилотная группа демонстрирует, что с экономической точки зрения эти фермеры не в убытке. Более того, от их деятельности выигрывают все. Но для других, если нет сверхприбыли, такой способ производства не интересует. В любом случае, этот способ производства не подходит в долгосрочной перспективе, поскольку промышленность не может обновлять формулы химических удобрений и гербицидов с той же скоростью, с какой вредители и сырники к ним приспосабливаются. В реальности химудобрения становятся с течением времени неэффективными. От них можно отказаться, если сделать ставку на повышение устойчивости культур к внешним воздействиям и биоразнообразия. Пестициды — это не добавки, необходимые растению для повышения урожайности. Обычно, чем больше вы используете добавок, тем выше урожайность. Пестициды нужны только в том случае, если культура больна. И чем больше вы используете биомеханизмы регулирования, тем меньше вам придется прибегать к пестицидам. Позитивные последствия восстановления экосистем заметны в хозяйстве Шарля, пионера среди французских фермеров. Он сторонник перманентного сельского хозяйства и готов делиться знаниями и опытом, накопленными на его биоферме. Экосистемы самим своим существованием оказывают нам огромную услугу, позволяют нам добывать себе пропитание. Я имею в виду естественное плодородие, опыление культур, природные механизмы устранения болезней и вредителей. На этой ферме проводились более 10 научных экспериментов. Первый из них длился 4 года и показал, что возможно производить до 55 килограммов овощей на квадратный метр, используя исключительно ручной труд. Это в 10 раз больше, чем на биоферме, использующей трактор. Плодородие участков, где растут сразу несколько культур, повышается быстро. Еще одна хорошая новость – это освобождает 9 десятых земли, где можно выращивать деревья, разводить пруды, пасти скот. То есть, не увеличивая площадь, можно быть на 100% био и гораздо более производительным. Ферма «Шарли» – исключение. Более половины сельскохозяйственных угодий в Европе находятся в плачевном состоянии. Именно поэтому летом в Европарламент внесли проект директивы о здоровой почве. Чтобы разобраться в этом, я отправился на север Европы. Мы в Ельцинке. Раннее утро. Мы отправляемся с группой единомышленников, чтобы своими глазами увидеть, как функционирует восстановительное сельское хозяйство, как оно улучшает состояние почвы и Балтийского моря. Одна из природоохранных ассоциаций пригласила меня на пилотную ферму. Здесь убеждены, что борьба с загрязнением окружающей среды, защиты климата и биоразнообразия неразрывно связаны. Владельцы фермы Саара и Илька работают рукообруку с учеными над тем, как восстановить пострадавшие в результате интенсивного сельского хозяйства почвы. Вот оно, биоразнообразие. Этот червь указывает нам на то, что у почвы хорошая структура. Когда вы находите их везде, это хороший знак. Еще один приоритет – защита Балтийского моря. Сброс в него химудобрений привел к сокращению содержания в воде кислорода. Балтика на сегодня – одно из самых загрязненных морей в мире. Это означает, что в воде отмечается повышенное содержание азота и фосфора. И все это – последствия интенсивного сельского хозяйства и лесоводства. Если вы хотите предотвратить эрозию почвы на полях, необходимо поддерживать должную ее структуру. Как этого добиться? Надо, чтобы в почве было как можно больше углерода. Надо вернуться к той экосистеме, что было десятилетия тому назад. Чтобы восстановить экосистему, надо ограничить интенсивное вспахивание. Вот наглядная демонстрация. Если у почвы плохая структура, верхний слой вымывается или выдувается, а с ним – питательные элементы. Они необходимы для хорошего урожая. Когда питательных веществ не хватает, их приходится добавлять искусственно. Еще одна хорошая новость при таком ведении хозяйства – углерод остается в почве. А чем больше его в почве, тем меньше в атмосфере, то есть глобальное потепление не ускоряется. Разработаны технологии, измеряющие содержание углерода в почве. И сколько здесь углерода? В самом верхнем слое, возможно, 2%. Чтобы удерживать углерод в почве, нужны корни. То есть для улучшения содержания углерода в почве необходимо изменить способ ухода за полями? Точно. Это можно сравнить с увеличением способности лесов поглощать углерод. Мы все чаще прибегаем к методам восстановительного сельского хозяйства. В перспективе это поможет нам уменьшить на 3% содержание углерода в атмосфере. Этот выпуск программы заканчивается в соседнем лесу. Участников поездки пригласили на импровизированный концерт под хвойными деревьями. Так что я прощаюсь с вами под музыку. До встречи в следующем выпуске программы «На пути к зеленому миру». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok